На территории Кашхабского района стартовала акция «Окно Победы». Многие жители, в том числе и работники культурно-досуговых и образовательных учреждений, активно подключились к всероссийскому флешмобу. В период самоизоляции они по праздничному украшают окна домов и квартир рисунками и фотографиями, рисуют памятники, ордена, георгиевские ленты, пишут слова признательности и уважения. Активными участниками акции «Окно Победы» являются маленькие жители района, которые своими руками создают символы Победы. Мы с мамой решили присоединиться к проекту «Окно Победы». Мы украшали наши окна, мы вырезали из цветной бумаги буквы, клеили на стекло. На моем портрете мой прадедушка Никодим Алексеевич Горбунов. Он родился в 1914 году, служил рядовым. В 27 лет он отправился на войну. В 29 лет он умер в городе Сумы, в Украине. Мы до сих пор чтим его память. Не танцуйте сегодня, не пойте, в предвечерний задумчивый час. Молчаливо у окон постойте, вспомините погибших за нас. Там в толпе среди любимых влюбленных, среди веселых и крепких ребят, чьи-то тени в пилотках зеленых, на окраины молча спешат. Им нельзя задержаться, остаться. Их берет этот день навсегда. На путях сортировочных станций им разлуку трубят поезда. Окликать их и звать их напрасно, не промолвят ни слова в ответ. Но с улыбкой грустной и ясной поглядите им пристально вслед. С праздником Победы поздравлю всю страну с подвиг наших дедов на любую мечту. 9 мая – особая дата. Ее отмечаю сердцем страна. Солдатом был прадед. Мой знаю когда-то, горжусь своим. Прадедом очень друзья. Май 45-го – праздник Победы. Мы победили, закончились беды. С тех пор миновали года. Но праздник Победы с нами всегда. Низкий поклон победившим солдатам. Те, кто не отдал страну супостатам. Слава и честь героям войны. Гордимся мы вами, российские сыны. Мы вместе с детьми подготовили вот такое окно Победы. Мы все очень старались. Этим была занята вся семья. Детки вырезали буквы, вырезали танки, которые символизировали. Ну, наша Победа, в общем. Хотела сказать, что это мой дедушка. Не родной, конечно, но мы очень им гордимся. Ямпольский Иван Васильевич, полный кавалер Ордена Славы. Мы всегда на 9 мая с его портретом выходим к памятнику нашему. Но так как в этом году все отменилось, отменилось, мы очень рады, что мы можем им гордиться рядом с нашим окном Победы. Среди сугробов и воронок в селе разрушенном дотла стоит зажмутивший ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок белый, обломок печки и трубы. И это все, что уцелело от прошлой жизни и избы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик без слез. Три года прожил он на свете, а что узнал и перенес. При нем избы его спалили, угнали маму со двора. И наспех в вырытой могиле лежит убитая сестра. Не выпускай бойц винтовки, пока не отомстишь врагу, за кровь пролитую в поповке и за ребенка на снегу. День Победы не забыть, будем помнить, будем чтить. Это родина моя, не гордится, не за подвиги родной страны. Веками помнить будем мы. Мы вспоминаем своих, моих, получается, прадедов. Четырех мы добавили в дорогу памяти. Остальных мы сейчас активно выясняем информацию о них. Кто-то пропал без вести. Все фотографии у нас только в электронном виде, потому что сейчас нет возможности распечатать, поехать. Один герой у нас, прадедушка, получил орден Кутузова. Он участвовал под Ленинградом. Дорога жизни называлась. Вывозили людей из Ленинграда блокадного на грузовых машинах по Ладожскому озеру. Тогда и машины проваливались под лед. В общем, был голод. И он участвовал вот в этом, когда немцы оцепили, как бы кольцо взяли, Ленинград. И была единственная дорога. Сейчас там на Ладожском этом озере стоит музей. Так и называется Дорога жизни. Ну вот мы совместно с нашими маленькими детками решили украсить наше окно Победы совместно с детьми. И хотят они вот рассказать еще стишочки помимо этого. Жор, давай. С Днем Победы этот праздник с нами каждый год. Я хочу, пусть каждый день с нами он живет. Каждый день пусть согревает огонек внутри. Сердце пусть не забывает горести войны. Майский праздник, День Победы отмечает вся страна, надевает наши деды боевые ордена. И с утра зовет дорога на торжественный парад. И задумчивая порога следом бабушки глядят. Дорогие ветераны, спасибо вам за ваш подвиг, за то, что мы войны никогда не видали, за то, что вы жизнью рисковали. Дай Бог вам, ветераны, долгих лет. Дорогие ветераны, спасибо вам за ваш подвиг и за мир на нашей земле. Портреты метр, шатез, Кусха Азиз хатчири ог. Ар, минерас, субград, очарад, урайхласым каху. За ум, за ум, ка зейджихам, псу ку буху и на бешигар. Аш, Кусха Азиз награда, бай, ордена, красная звезда, зфи орарар. Медаль, зфи ордена, сталиньинграда, iş, за победу над германиям, зфи орарар. Аш, намечхэри айээкх. Завам, сау, кийч, аш, сау, шу, срагу, шу. Машбаз, аисхак, хамам. Зава, блячжам, ссас, шагхаб. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня же, к сожалению, в районе осталось всего 4 участника войны и одна узница. В преддверии Дня Победы в районе также проходят и другие мероприятия. Это акции «Сад памяти», «Поем двором», «Георгиевская ленточка». Ветераны получат онлайн и телефонные поздравления от главы Республики Адыгея и главы Кашхабльского района. А уже непосредственно 9 мая пройдет онлайн-шествие «Бессмертный полк», а также планируется возложение цветов по всем обелискам района, в котором групповое участие ограничено четырьмя человеками.